Здравствуйте! Сегодня второй урок курса «Человек-общество» в 11 классе. Проведу я, Фатьянова Мария Александровна. Сегодня мы будем говорить с вами о ветвях государственной власти, местном самоуправлении и четвертой ветве власти СМИ. План сегодняшнего урока. Первое. История формирования трех ветвей власти в государстве. Три ветви власти в Кыргызской республике. Местное самоуправление. И четвертым вопросом мы рассмотрим четвертая власть – это СМИ. Начнем наш разговор с истории формирования трех ветвей власти. Концепция трех ветвей власти появилась еще в средние века. Ученые не только объяснили практическую необходимость такого разделения, но и разработали саму теорию трех ветвей власти. Несмотря на то, что впервые о концепции заговорили в средние века, актуальность теории сохраняется и по сегодняшний день. Если начать изучить мировые истории, можно обратить внимание, что почти во всех странах фиксируется положение о разделении властей. Именно на конституционном уровне. В классической теории власть разделяется на три ветви – законодательная, исполнительная и судебная. Такое положение закреплено и в Конституции Кыргызской республики. Основоположником теории трех ветвей власти считается английский ученый Джон Локк. Именно он занимался разработкой концепции разделения властей. В основу его учения легло мнение о том, что такое деление полномочия между конкретными субъектами власти жизненно необходимо. Джон Локк считал, что узурпация власти одним лицом или группой – это реализация и охрана исключительно частных интересов, а до правовой защиты отдельной личности никому нет дела. Первостепенное значение Джон Локк придавал законодательной ветве власти. Однако, несмотря на ее приоритет, ее первенство не должно быть абсолютным. Ни исполнительная, ни судебная власти не должны занимать пассивное положение в управлении. Через столетия модель Джона Лока, полностью обоснованная, получила официальный статус и была зафиксирована в важнейшем мировом документе – Всемирной декларации прав человека и гражданина в 1789 году. Именно в этом документе была закреплена такая позиция, что государство, которое не принимает эту модель в управлении, не имеет конституции. Последователем Джона Лока стал не менее известный французский ученый Шарль-Луи Монтескьё. Его взгляды основывались на том, что разделение властей – самое настоящее спасение для общества от управленцев государством. Общая характеристика теории деления властей базируется на следующих понятиях. В первую очередь, смысл эта модель имеет только тогда, когда она закреплена в конституции страны. Во вторую, разделение властей на три ветви возможно только в том случае, если каждая из них представлена разными органами и руководителями. Один и тот же человек не может быть наделен полномочиями двух видов управления сразу. В третью, все три ветви должны быть автономны и равны друг перед другом. Рассмотрим самый простой пример. Президент – это исполнительная власть, но он имеет право вето и может использовать его в отношении издаваемых законов. Такой же сдержки есть и у судебной власти. Суд может признать законодательный акт недействительным, если тот противоречит положениям Конституции. Благодаря таким механизмам другие ветви власти могут сдерживать законодательную. Также парламент, который представляет законодательную власть, ратифицирует решение президента по поводу назначения в органы судебной и исполнительной власти. В итоге мы иметь дело с четким балансом между тремя ветвями власти, которые обеспечивают они себе сами. Несмотря на механизм сдержек и противовесов, законодательная власть в любом случае имеет первостепенное значение и считается верховной. Ее суть в том, чтобы выражать волю и суверенитет народа. В Кыргызской республике эта власть представлена однопалатным парламентом, то есть Джогурку Кенешем, который состоит из 120 депутатов, что закреплено в Конституции. Джогурку Кенеш принимает законы о назначении референдума, назначает выборы президента. Джогурку Кенешем выносит изменения в Конституцию, принимает законы, ратифицирует и денонсирует международные договоры в порядке, определяемой законом, решает вопросы об изменении государственных границ Кыргызской республики, утверждает республиканский бюджет и отчет о его исполнении, решает вопросы административно-территориального устройства Кыргызской республики, издает акты об амнистии. Джогурку Кенеш в порядке, предусмотренном настоящей Конституцией, выдвигает обвинения против президента, принимает решения об отрешении президента от должности. Но нужно запомнить, что основная функция к Джогурку Кенеша остается законодательной. Рассмотрим исполнительную власть. Да, она ведь власти самостоятельная, независимая и публичная. Основные полномочия ее заключаются в том, чтобы управлять делами государства. Исполнительную власть Кыргызской республики осуществляет правительство, подчиненное ему министерство, государственные комитеты, административные ведомства и местные государственные администрации. Правительство является высшим органом исполнительной власти Кыргызской республики. Правительство возглавляется премьер-министром. Правительство состоит из премьер-министра, вице-премьер-министров, министров и представителей государственных комитетов. Правительство издает постановления и распоряжения, обязательной к исполнению на всей территории Кыргызской республики всеми органами, организациями, должностными лицами и гражданами. К исполнительной власти также относится и местное самоуправление. Через местное самоуправление жители реализуют свое право участия в управлении государством. Для принятия коллективных решений по важнейшим вопросам местного значения в сельских местностях могут созываться сельские курултаи – собрания. На курултае могут обсуждаться вопросы принятия устава местного сообщества, проблемы социально-экономического развития сообщества и другое. Местные кенеши – это представительные органы АИЛ-ОКМАТУ, сельское управление, исполнительно-распорядительный орган при кенеши. Местные кенеши и АИЛ-ОКМАТУ выполняют на своей территории основную повседневную работу по осуществлению местного самоуправления. По решению собрания граждан или представительного органа местного самоуправления на территории АИЛов, поселков, из Аксакалов, изных граждан, пользуясь уважением и авторитетом, могут учреждаться суды Аксакалов. То есть суд Аксакалов формируется местным самоуправлением. Нужно запомнить, что суд Аксакалов действует с целью примирения сторон и вынесения справедливого решения, которое не противоречит закону. Но запомнить также еще необходимо, что суд Аксакалов не относится к судебной системе и не является судом. Это механизм рассмотрения споров, не судебный, а рекомендательный. Рассмотрим следующую власть, это судебная. Суть судебной власти заключается в том, чтобы обеспечить восстановление и защиту нарушенных прав, при этом исполнить справедливое наказание для тех, кто виновен в этом нарушении. Судебная система Каргайской Республики устанавливается Конституцией и законами, состоит из Верховного Суда и местных судов. В составе Верховного Суда действует Конституционная палата, что закреплено в статье 93, пункте 3 Конституции Каргайской Республики. Судьи независимы и подчиняются только Конституции и законам. Судья обладает правом неприкосновенности и не может быть задержан или арестован, подвергнут обыску или личному досмотру, кроме случаев, когда он был застегнут на месте совершения преступления. Никто не вправе требовать от судьи отчета по конкретному судебному делу. Запрещается всякое вмешательство в деятельность по существованию правосудия. Итак, еще раз напомню, данные факты закреплены в Конституции в статье 94, пунктам 1, 2 и 3. Верховный суд является высшим судебным органом по гражданским, уголовным, экономическим, административным и иным делам и осуществляет пересмотр судебных актов судов по обращениям участников судебного процесса в порядке, определяемым законом. Акты Верховного суда являются окончательными и обжалованию не подлежат. Конституционная палата Верховного суда является органом, осуществляющим конституционный контроль. Конституционная палата Верховного суда признает неконституционными законы и иные нормативные правовые акты в случае их противоречия Конституции. Дает заключение к конституционности, не вступивших в силу международных договоров, участницей которых является Кыргызская Республика. Дает заключение к проекту закона об изменениях в настоящую Конституцию. Решение Конституционной палаты Верховного суда является окончательным и обжалованию не подлежит. Следующий вопрос – это местные суды. Они включают в себя районные, городские и областные суды. И второе – это военные суды. По поводу президента, к общему мнению, ученые не пришли. Однако сторона относит главу государства к исполнительной власти, другая придерживает сомнения, что президент не относится ни к одной из них. По Конституции Кыргызской Республики президент не относится ни к одной из трех и твей власти и избирается на шесть лет из граждан Кыргызской Республики, не моложе 35 лет, не старше 70 лет, проживающих в Республике в совокупности не менее 15 лет и свободно владеющих государственным, то есть кыргызским языком. Давайте подведем итог. Разделение властей – важнейший механизм защиты граждан, без которого невозможно демократический строй в государстве. Одной из основ демократии является свободное, независимое функционирование средств массовой информации. СМИ поэтому часто еще называют четвертой властью. В Конституции Кыргызской Республики записано, каждый имеет право свободно собирать, хранить, использовать информацию и распространять ее устно, письменно или иным способом в статье 33 Современной Конституции Кыргызской Республики. Давайте зададимся тогда вопросом, а что же такое СМИ? СМИ, или также их называют масс-медиа, это совокупность организационно-технических органов, осуществляющих сбор, обработку, тиражирование и распространение словесных, звуковых, визуальных, информационных сообщений массовым аудиториям. К СМИ относятся периодические печатные издания, телевидение, радио, интернет. Между различными СМИ существует конкуренция за внимание публики, что привлекает к себе интерес. СМИ обычно отбирают важные и привлекательные для людей темы, необычные факты и сенсации. Большую роль СМИ играют в политической жизни общества и не случайно называют четвертой ветвью власти, которая наряду с законодательной, исполнительной и судебной ветвями управляет обществом и направляет его развитие. Для этого давайте посмотрим некоторые политические функции СМИ. То, как и через что СМИ может влиять на общество. СМИ информируют население о наиболее значимых политических событиях, комментируют и оценивают их. СМИ осуществляют политическую социализацию, ориентируя людей в сфере политики, приобщая их к политическим ценностям, нормам и образцам поведения. СМИ контролируют и критикуют деятельность органов власти, информируя население о злопотреблении со стороны властвующих лиц и органов. Но реализация этой важной функции, которая предотвращает злопотребление власти, возможно только если СМИ независимо от государства. СМИ формируют общественное мнение. Информационные сообщения сильно влияют на то, как население будет воспринимать происходящие события. А особое значение эта функция имеет во время предвыборной агитации, когда кандидаты посредством СМИ могут представлять и даже навязывать гражданам свои политические идеи и ценности. СМИ представляют интересы различных общественных групп, что дает органам власти возможность получать информацию о самых разных реальных проблемах и настроениях людей. СМИ мобилизуют граждан к определенным политическим действиям, например, к участию в выборах, голосованиях и так далее. СМИ интегрируют общество единым политическим целям и задачам. Из этого мы видим, что влияние СМИ на человека и общество очень противоречиво. Оно может влиять как позитивно, так и негативно. Посмотрим, какие позитивные влияния может оказать СМИ. Влияние заключается в том, что СМИ дает новые знания. Это позитивно. Приобретение новых знаний позволяет приобрести практическое умение. То есть с помощью СМИ мы можем заниматься самообразованием, самосовершенствованием. СМИ освещают различные актуальные проблемы и держат в курсе событий все общество. СМИ позволяет провести время с удовольствием за просмотром фильмов, музыкальных передач. Но у СМИ есть негативное воздействие. Они иногда чрезмерно раздувают или преуменьшают какие-либо события, проблемы или наоборот преуменьшают какие-либо проблемы самого общества или отдельных людей. СМИ могут вводить в заблуждение, манипулировать сознанием, поведением человека и целого общества. СМИ транслируют в общество и негативные эмоции, такие как агрессию, гнев, страх, насилие. Какое влияние окажет на человека СМИ будет зависеть от того, какую информацию он потребляет. И для того, чтобы обезопасить себя от негативного влияния, нужно осмысливать информацию критически, отличать объективную информацию от искаженной, не принимать все на веру, а проверять достоверность полученной информации, используя различные источники и методы социального познания. Я предлагаю вам посмотреть ролик, который говорит нам о том, каким образом информация влияет на нашу медиаграмотность, как нужно оберегать себя от фейковой, ложной информации. Салам, Макс! Как твои дела? Окунемся в мир медиаграмотности. Да, Макс, по ту сторону экрана тоже хотят узнать. Друзья, медиасфера на сегодня – это как боксерский поединок, где каждый пытается выбить друг друга из равновесия. С древнейших времен передача информации была важным инструментом в руках разных людей. Купцы на базарах и религиозные лидеры были основным источником информации на протяжении тысячелетий. Тогда у правителей были свои техники распространения информации и управления народом. Однако основным источником власти был военный аппарат и жесткая сила. Изобретение книгопечатной машинки в 15 веке Иоганном Гутенбергам, индустриализация в 19 и 20 веках, дальнейшее создание и развитие радио и телевидения и в конечном итоге интернета. Фундамент новой системы, где важной частью управления является медиа и СМИ. СМИ – это великолепный инструмент получения информации и в то же время орудие манипуляций. Поэтому сегодня мы можем прочитать рецепт в Инстаграме либо собрать стол после просмотра ролика на Ютубе. И в то же время нам стоит проверять информацию и подходить к каждой новости критически. Макс, принеси, пожалуйста, газету, радио и телевизор. Отлично, друзья! Это традиционные источники информации. Ноутбук и телефон. Сегодня новые источники информации связаны с интернетом. Большая их часть – это социальные сети. Медиарынок перевернут с ног на голову. Почти все из нас участвуют в формировании контента. Поэтому каждому из нас сегодня нужно знать основы медиаграмотности, чтобы не затеряться в большом современном потоке информации. А ты считаешь себя медиаграмотным? А теперь давайте перейдем на сам урок. Надеюсь, вы из видеоролика поняли, насколько важно критически относиться к информации. Поэтому советую вам использовать медиа-информационные навыки своей повседневной жизни. Умейте отличать информацию фейковую от информации реальной. Подведем краткий итог сегодняшнего урока. О чем же мы с вами сегодня говорили? Говорили мы с вами о том, что история формирования трех ветвей власти началась еще в средние века, но актуальность этой темы является по сей день. Основателем этой теории стали Джон Лок и Шарь Мольтескио. Три ветви власти существуют на основе системы сдержек и противовесов по отношению друг к другу. В Кыргызстане по конституции представлены и работают все три ветви власти, подтверждяя принципам демократии. Существует также и четвертая власть, которая влияет очень сильно на общество через представляемую информацию. И поэтому к информации любой, откуда мы ее не брали, необходимо относиться критически и проверять ее для того, чтобы быть в курсе реальных событий. Спасибо за урок.